так ребята я иногда раздаю советы и делаю это зря потому что попадаю на ваши эмоции вот на что мне бы не хотелось попадать сегодня расскажу о том что когда человек дает советы ну наверное он чувствует себя чуть-чуть помудрее побогаче успешней и в этом есть большой затык для двух сторон первая сторона та которая отдает совет да потому что мы не должны никого не учить с другой стороны мы встречаем сопротивление от человека которому даем совет тем самым он считает себя немного глупым странным не успешным ложком и поэтому с той стороны тоже идет непонимание и непринятие вообще ну любого совета у меня значит есть такой случай когда я мастерам даю рекомендации говорю делай вот так быстрее заработаем денег быстрее сделаешь объект они не слушаются не слушается по причине ну а зачем слушаться если я мастер да я знаю но я делал такой эксперимент я брал и мастерам говорю вот смотри у меня заказы выбирай любой и когда они выбирали у них доход падал а когда я говорил едь сюда едь туда то у них доход рос но к сожалению сколько я больше десяти лет в стройке люди не научились просто на банальный на банальном примере я трехкратный чемпион омской области я чемпион омска по блицу в шахматы меня вот эти вот стратегии которые я там рассказал не для меня вообще читаем не очень легкие и когда человек не верит он думает что я его развожу я ему даю какие-то рекомендации которые ему не нужны но которые то есть мастер думает что я это делаю для того чтобы не перекрыть какие-то геморройные клиент геморройных клиентов невкусных клиентов для того чтобы было мне больше денег они ему и вот это вот стратегия когда я думаю что другой человек желает мне зла она как раз является убыточным именно для меня как для носителя этого убеждения и сегодня смотрите пример такой я значит взял просто карту с петровича и на нее отгружался потому что у меня карты петровича нету отгружался на нее накопил там 38 тысяч рублей 38 тысяч рублей я позвонил этой женщине которая держала карту и говорю слушайте я говорю вот у меня там накопилось денег давайте я отгружаюсь и 35 процентов вам отдаю назад но она говорит ну давайте в общем один раз я отгрузился на 12 или на 13 тысяч ей вернул 5000 или сколько-то ну в общем столько я вернул потом я опять отгружался отгружался звоню игры давайте еще раз отгрузимся но у вас там накопилось баллов там сидела она года ты мошенник до меня обманули ты опять хочешь обмануть меня и говорит ну давай есть короче давай все таки отгружу тебя ну давай договорились в общем я поехал петрович сижу как дурак блин отправляем ей сообщение чтобы списать деньги она как бы это не присылает этот код и вот проходит месяц но я думаю ладно последний раз я отгружусь больше не буду на эту карту оформляться просто бывает такое время когда нужно быстро отгрузить клиента для того чтобы не за задействовать опыта на карту отгружаешься хоть какой-то плюс я завел карту в общем все нормально и звоню вот сейчас вот напишу ей девушку женщине горы можно отгрузиться там порядка 30 тысяч оставалось баллов она говорит ну а я еще пишу игры слушать ягра но я в общем в целом нашел карту я буду на нее отгружаться и больше вас не побеспокою но то что на что она говорит слушайте я разобралась вы отгружать ничего страшного а за баллы спасибо то есть целом человек просто показывает но уровень своей частности все и к сожалению к сожалению сама стратегия мышления она приведет такого человека к сожалению только к убыткам и разочарованием я не то что там не жалко эти 28 тысяч которые там отгружал бог с ними вот но просто мошенники даже в нашу жизнь к сожалению приходит не просто так в этом великий смысл я просто не хочу здесь ничего говорить про какие-то мета метафизику какую-то да не клидовую не клидовое пространство об этом уже миллион доказано зак но рассказано если хотите читайте смотрите ну просто я вам рассказываю истории тупо со стройки я брал заказ иногда материалы проводил через эту через эту карту петровича и это клиентка сейчас просто пользуется моими деньгами ну которые накопились но поскольку это не моя карта ну бог с ней и пусть 28 тысяч принесут и здоровье и счастье и благополучие вот такая маленькая нечестность иногда подрывает наше доверие к людям